Итак, друзья, давайте посмотрим, что видно с нашего столика. Галатская башня, Галатский мост. И да, он был недоволен тем, что я снимаю вот эту девочку. Видимо, это был куратор девчонки, и он следит за тем, чтобы у нее там кто-то не забрал деньги. Вот это вот с фисташкой и гранатовым соком. Кстати, я читал, что большинство луковиц привозят из Димчая. А еще наверняка, вот, например, у меня баба так говорит, не бельмеса. Не бельмеса, да? А бельмес переводится по-турецки как он не знает. Острое, не острое? Острое. Острое. Граната, лимон, а то салата. Да. Да. Дамы и господа, всем привет. Привет, это канал Три Билета. Привет, привет. Мы продолжаем гулять по Стамбулу. Сегодня у нас последний день в этом городе. Только что мы были в мечети Сулейманье, и сейчас двинулись на площадь Султан Ахмед. Зайдем в топ копы, и там в местном парке проходит фестиваль тюльпанов зрелища. Я думаю, будет просто великолепное. Итак, друзья, пойдемте с нами. Но для начала, друзья, нужно подкрепиться, и мы хотим подняться вот на крышу этого здания. Там находится бар Баби Али Кахвиси, Мираба. Мираба. Там наверху отличная смотровая площадка, и оттуда прекрасно виден весь Стамбул. Пойдемте с нами. Здесь немножко темное помещение. Здесь лесенки, которые ведут наверх, подниматься долго. Ребят, ну это практически музей, а не ресторан. Так, на террасу. Мираба. Здесь смотровая площадка, терраса. Вот мы и наверху. Лучшие столики, конечно, заняты. Но мы сейчас подыщем себе что-нибудь. О, отличный вид. Отличный вид. Итак, друзья, давайте посмотрим, что видно с нашего столика. Галатская башня. Галатский мост, пожалуйста. Там находится наш район Балат. Туда налево нужно пойти. Это у нас пролив Босфор. Там, получается, какая? Азиатская часть, да? Могу ошибаться. Азиатская часть на той стороне города Стамбула. Ну и, в общем, вот так вот. Очень здорово. Что ж, давайте изучим местное меню. Так, тосты по 26. О, как здесь интересно открывается. Так, здесь пицца есть, обратите внимание. Вегетарианская 32 лиры. Куриная 36. Паста. Петучина Альфреда 27 лир. Что тут есть у нас еще? Кефта 42 лиры. Здесь какие-то уже пошли сладости. Так, ну и кофе. Кофе, кофе, чай. Чай 18. Дороговато как-то для чая, да? Может, это какой-то... А, наверное, там чайничек принесут. Кофе Американо 14 лир. А вот обычный стаканчик чая 4 лиры. Вполне себе хорошая цена. А, смотрите, какую штуку интересную принесли для того, чтобы зарядить камеру. Ну, в принципе, тут можно зарядить и телефон, например. Нужно бросить одну лиру. Алиса, давай. Так, смотрим. Пошла ли зарядка? Зарядка пошла. А вот нам несут еду. Хлеб. Экмек. Минимен. Для Светланы. А мы с Алисой ждем нашу пиццу Маргариту. И никак не можем дождаться. Хлеб. Алисой. Алиса. 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 час прошел а пиццы так и не было я спросил почему оказалось что на кухне перепутали и приготовили какую-то другую не маргариту и начали делать нам ну в общем мы попросили чтобы нам сделали take away вот нам разрезали ее на кусочки и принесли в пакетике мы расплатились и того пицца маргарита салеп 2 чая имени мен обошлись нам 73 лиры в общем немножко мы потеряли время это конечно нехорошо потому что у нас последний день сегодня ладно выдвигаемся на площадь султан ахмед здесь в этом ресторанчике есть интересное место но такой светящийся мостик и здесь корзины с картонками на которых клиенты посетители пишут свои имена не знаю может быть при этом загадывают желание или что-то вот не знаю но на всякий случай мы своими на тоже здесь оставим и все-таки наверное это не для исполнения желания вроде как знаете как на стене пишут здесь был вася так и здесь просто пишешь свое имя что ты когда-то заходил в это чудесное заведение где немножко ошибаются повара и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но мы просто идем между машин в нужном нам направлении по дороге Вот такой здесь трафик Вот мы сейчас находимся рядом с каким-то крытым рынком И в принципе цены здесь очень даже неплохие Вот есть ковровые сумочки, сумки как будто из ковра Вот в прошлый раз в Анталии мы покупали Светлане такую сумку за 110 или 120 лир Тут они по 70, а еще можно поторговаться, ну и за 60, наверное, купить Ну вот сюда можно и за чемоданами, кстати, идти Маленький чемодан 100 лир стоит Но можно торгануться за 90, а мы, получается, взяли за 200 В Стамбуле, конечно, очень много попрошаек Упор делается на детей Это такие чумазые девочки-мальчики Босиком, которые просят милостыню Подходят и говорят Мадам, месье, одна лира и так далее Я не знаю, это беженцы из Сирии, из каких-то других стран Ну, в общем, я вчера вот снимал одну девочку И Света мне потом рассказала Я-то не видел, потому что был занят процессом съемки Что тут же подскочил некий молодой человек Стоял сзади меня и пристально смотрел с недовольным лицом И смотрел, что я делаю И да, он был недоволен тем, что я снимаю вот эту девочку Видимо, это был куратор девчонки И он следит за тем, чтобы у нее там кто-то не забрал деньги Или, может быть, ее каким-то образом не обидел То есть это такой бизнес, и он поставлен здесь на поток Заскочили мы в магазин небольшой купите лукума Здесь вот, смотрите, инжир сушеный 55 лир Это финики засушенные 70 И сейчас посмотрим, почем лукум 85 лир килограмм Посмотрите, какая симпатичная колбаска лежит Для начала, конечно, дают попробовать Очень вкусно Вот это вот с фисташкой и гранатовым соком Просто изысканное удовольствие Очень вкусно И, главное, сочно Вот, друзья, мы выбрали 4 колбаски Получилось на 97, ну, почти 98 лир Все очень вкусно Прямо слюнки текут Спасибо за субтитры Алексею Дубу Дамы и господа, мы находимся в парке Гюль Хане Это рядом с Ая Софией и Топ Капы И этот парк, один из тех парков, которые участвуют в ежегодном фестивале тюльпанов Ну, к сожалению, пока, вот мы зашли Пока я каких-то, какого-то буйства, красок, ну, не наблюдаю Возможно, виновата та самая пандемия Из-за которой, например, в прошлом году особо мероприятий никаких тут не проводили Ну, просто высадили тюльпанчики и все похоже В этом году история повторяется И каких-то супер-мега событий, связанных с фестивалем тюльпанов Ждать не приходится Ну, вот здесь, обратите внимание, темненькие тюльпанчики растут Кстати, я читал, что большинство луковиц привозят из Димчая Там находится городок Конья И вот там луковицы выращивают и привозят сюда на фестиваль тюльпанов Стамбул Фестиваль тюльпанов, как мы теперь видим, с переменным успехом Проводят уже давно, если я не ошибаюсь, лет 10 Вообще тюльпаны – это такой национальный турецкий цветок Он есть на многих орнаментах Вот на плиточках, например, которыми выкладывают стены, пол, потолок Там иногда присутствуют тюльпаны Да не то, что иногда, довольно часто Продолжение следует... Тюльпана является Голландия, но на самом деле это не так Родиной тюльпана является Турция По-турецки тюльпан будет Лале И при Султане Сулеймане Великолепном были выведены какие-то новые сорта тюльпанов Которые там высаживали возле его дворца топ-копы В общем и целом, друзья, вы все видели сами От знаменитого, грандиозного, гремящего на весь мир Стамбульского фестиваля тюльпанов Осталось одно лишь название Тюльпанов особо-то тут и нет До площади Султана Ахмеда осталось совсем немного И надо признаться, что и меня, и Светланку клонит в сон Видимо, усталость аккумулируется Напомню, мы изначально прилетели в Турцию пакетным туром в Аланью Потом на автобусе поехали в Каш Из Каши в Анталию Из Анталии вот прилетели в Стамбул Ложимся поздно, встаем рано, чтобы все успеть Много ходим И вот чего-то уже силы на исходе Завтра мы рано утром улетаем обратно в Аланью В нашу гостиницу Там у нас чемоданы, вещи лежат Еще два дня и полетим обратно в Москву Ну вот присели в кафешку, которая находится рядом с трамвайными путями Называется она Green Corner Зеленый уголок по ценам Смотрите, что здесь Омлет 25 Бургеры по 50 Вот рамванчик проходит как раз Дурум по 60 Паста 60 Кофе, американо Я сейчас буду пить по 15 Свежевыжатый сок Апельсиновый 25 Ну в общем, цены здесь высоковаты, конечно Но мы находимся в Султан-Ахмете В самом центре, в самом сердце Стамбула Поэтому цены здесь, безусловно, завышены Туристическое место Вот Алиске принесли стаканчик свежевыжатого сока Нет, нет, нет У меня американо Ну, я, честно говоря, привык, что американо Как-то в больших объемах приносит, но ладно И у Светы капучино Пьем кофе и идем дальше гулять А к голубой мечети так просто и не пройти Смотрите, тут обыскивают Проверяют карманы Полиция Не знаю, с чем связано такое усиление Заставил надеть маску Пощупал зачем-то рюкзак Даже не попросил его открыть Я говорю, а в пакете, лукум? Он говорит, проходи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Суровый Стамбул все-таки снизошел И вот на третий день одарил нас теплой погодой Погода великолепная Денек выдался просто загляденье Сейчас мы идем в сторону причала Аминьоню Будем любоваться на пролив Босфор Смотреть на него можно бесконечно Наверняка вы слышали, что у нас Некоторые люди употребляют такие словечки Например, как кирдык Кирдык это вот как раз турецкое слово Переводится оно как сломать А еще наверняка Вот, например, у меня баба так говорит Не бельмеса Не бельмеса, да? А бельмес переводится по-турецки Как он не знает То есть вот какие-то выражения Мы заимствовали У турок оказывается Вот так вот Друзья мои, а вот и знаменитый Али Уста Безумный повар Мираба Но сегодня он добрый, судя по всему Али Уста известен тем, что устраивает разные провокации Дерется, кидается продуктами В общем, такой интересный персонаж К нему всегда здесь стоит очередь И найти, собственно, эту лавочку Не сложно Она недалеко от Хафиз Мустафы От кондитерской Купим у него его знаменитое чик-кафте Это из булгура Котлетки в лаваше Дурум стоит 7 лир Вот здесь платишь Выдают пакетик И сейчас туда Открыть лаваш туда поставят Ага Спасибо, понял Ну вот ценник Сами посмотрите, что тут еще есть Нет, сегодня он определенно добрый Смотрите, вот другу помогает надеть маску Вы сегодня злой Давай, давай Острое, не острое? Острое Острое Вот это круто Это я понимаю Вот ради этого сюда все люди и приходят Посмотреть на его фокусы На его штучки Здесь рядышком вот стоит стопочка салфеток Для тех, кого он облил соком лимонным Люди подходят сюда, вытираются Собственно, еще вот такой прикол Оказывается, это он дает как бы в шутку тебе А на самом деле ты платишь вот за нормальный дюрем Он потом мне сказал, типа, ладно, давай подходи Так уж и быть, сделаю тебе лепешку эту Ну все, сейчас будем пробовать Так себе Так себе, друзья Я не любитель такого Нет И причем это очень острое Вообще у турок принято, мне кажется Вот то, что связано с едой Это все шоу Начиная с Дондурмы на улице Нусред, Бурак, Али Уста, Марио И вот это когда поджигают и разбивают амфору То есть это все шоу В общем, главное, что было не просто вкусно Но и интересно и прикольно Нет, ребята, шоу, конечно, было прикольное Но есть это чик-кефте абсолютно невозможно Это как перемолотый какой-то горох Не знаю, или пшено, булгур И все это перемешано с острейшим перцем Нет, это я не смогу есть Решили мы скоротать этот последний вечерок в Стамбуле На пароме Вот наш паром Плывет он в Кадыкей На пристань Кадыкей Сплаваем туда и потом обратно Вот такое нехитрое развлечение Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Что, давайте уже добьем, так сказать, уличную еду Стамбула Вот Света прямо требует, чтобы я попробовал влажный бургер Вот такая штука Ну, давайте купим, попробуем Ну, вот так он выглядит Стоит 7 лир Внутри котлетка кефте Светик пробует Как ощущения? Вот эта вот булочка Она супер нежная Супер мягкая Ну, потому что на пару Я тоже попробую Ну, как будто мокрая булочка промокшая И внутри котлетка Ничего особенного, честно говоря Вот, но Мокрый гамбургер Тоже привлекает Своим названием клиентов Уважаемые зрители Сейчас мы немножко погуляем По каракею По этой стороне Садится батарейка Поэтому увидимся Чуть попозже Погуляем Вернемся обратно в Искудар И поедем к себе в Балат Там сегодня планируем взять рыбки Если еще будут продавать И уже дома пожарить И сделать себе Такой прощальный Праздничный ужин Субтитры подогнал «Симон» Друзья Спасибо, что досмотрели ролик до конца Итак, мы уже находимся в наших апартаментах В районе Балат Сейчас время 10 часов вечера А в 5.45 утра За нами приедет Мини-Ван И повезет в аэропорт Стамбула Мы улетаем обратно в Аланью Там проводим еще 2 дня Итак, как я уже говорил На ужин мы хотели купить рыбу Но нигде ее не нашли Заходили в ресторан Нам говорят Вот давайте за 70 лир Мы продадим вам 2 рыбехи Но мы говорим Нет, не надо В итоге, как мы выкрутились Мы шли по Галатскому мосту И там, если вы помните Стоят постоянно мужики И ловят рыбу И вот один рыбак Взял и продал нам Килограмм с лишним кефали За 20 лир Я ее начистил Светланка пожарила И сейчас будем ужинать кефалью Вот представляете Когда еще представится Такая возможность Поесть свежую рыбу Которую только что поймали Из пролива Босфор Так, ну что Мы приступаем к ужину И еще вспомнили Что забыли купить хлеб Все булочные Как назло Уже закрыты В такое позднее время Мы зашли В ближайший ресторан Нам говорят Вот, пожалуйста Булочка для вас Стоит 2 лиры Мы искали Но нет мелочи Вообще мелких не осталось Потому что все положили На Инстамбул карт Говорят Забирайте бесплатно Вот за что мы любим турок За то, что они С такой любовью Относятся к туристам И ничего не жалеют Вот у нас булка хлеба есть Еще в Анталии купили Вот такую бутылочку Это шалган Традиционный Национальный турецкий напиток Не знаю Говорят Что-то типа рассола Вот ни разу не пробовали Купили на пробу Сейчас Как раз самое время Попробовать Что это за шалган Это Как будто огуречный рассол Причем очень терпкий Такой свет А Острый Он еще меня спрашивал Продавец вам говорит Острый Я говорю да В общем острый Огуречный рассол Друзья мои Вполне ожидаемо Рыбка была прекрасной Свежая кефаль Это просто пальчики оближешь Что ж Спасибо за внимание Подписывайтесь на канал Три билеты Если еще не подписались Впереди Новые На этот раз Аланийские Приключения Путешествия Прогулки Спасибо за внимание Ставьте лайки Комментируйте Все читаем Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok